Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня ко мне приехал в работу автомобиль Honda Accord. На улице похолодало, многие начали заниматься подогревом сидений и обогревом зеркал. Данный автомобиль был куплен в Америке, в нем нет подогрева зеркал и нет подогрева сидений. Этот автомобиль обслуживался где-то. Люди проложили провода для обогрева зеркал, завели их в сами зеркала, но не смогли наклеить элементы обогрева на стеклышки. Поэтому в сегодняшнем видео я покажу, как наклеить элементы обогрева на зеркала заднего вида. Сами стекла я с автомобиля уже поснимал. Для тех, кто не знает, как снять стекло, рассказываю. Это пассажирское стекло правое. Для того, чтобы его снять с самого корпуса зеркала, необходимо стеклышко поднять максимально вверх и максимально на себя, то есть к водителю. У нас появляется здесь щель снизу зеркала. С помощью фонарика плоской отвертки подлазим в эту щель. По кругу зеркало держится на механизме его перемещения. То есть вот зацепы, которыми держится вот эта стекляшка. И есть такие вот прорези, три штуки есть. Снизу подлазим плоской отверткой в эту прорезь и пробуем вставлять отвертку между вот этой прорезью и кольцом механизма, которое тут посажено. Просовываем и пробуем вот так поворотом отвертки выщелкнуть вот эти вот зацепы. Вот два зацепчика, которые держат зеркало, стекляшку. Нужно придерживать стекляшку, потому что одному даже, скажем, немного неудобно. Нужно зеркало повернуть вниз потом. Обошел, повернул, нижняя уже, которую я отщелкнул, она взялась, защелкнулась. Удобнее вдвоем, скажем. Вы придерживаете, второе регулирует, поворачивает. Можно без электрики, как бы руками. Приложил усилие, нагнул, зеркало повернется, там сработает трещоточка, повернется. Опять-таки нажимаем вниз, это защелкивается. Либо здесь что-то придумывать, вставлять какую-то приспособу, чтобы не защелкивалась эта защелка. Но у меня не было, была отвертка, как бы отверткой отщелкнул, повернул зеркало вниз, появилась сверху небольшая щель, и также ответочкой во вторую засовываем и проворачиваем. Отщелкиваем уже 2 фиксатора. Так как зеркало у нас повернуто, оно блокируется, то есть не снимается со своей основы, поэтому его нужно опять-таки поднять вверх, ну, чтобы оно не упиралось снизу, и снять со стороны фиксаторов, то есть чуть пошатать влево, покрутить, и оно отщелкивается. На машине могу показать, как там выглядит ответная часть. Так, вот о чем я говорил, провода для обогрева уже проложены в зеркало, а вот основа, на которой держится вот эта стекляшка. Я вам покажу, как назад стекло поставить. Нажимаем руками, она как бы шевелится. Вот, видим. Здесь снизу подлезли, между вот этой штукой вставляем и вот этой, и разъединяем их, и потом сверху точно так же. Вот как раз в этих выступах и всовываем отверточку. Вот это пассажирское стекло выглядит вот таким образом. Здесь что у нас? Пластик наклеен на само зеркало. Бывают зеркала, где вот этот пластик имеет каемку, и торец стекляшки спрятан за эту пластиковую каемку. В тех вариантах там проще делать обогрев. Здесь нужно много внимания уделять креплению зеркала. Само зеркало к пластику приклеено на двухсторонний скотч. При наклейке элементов обогрева необходимо уделять внимание качеству приклеивания. То есть должен быть двухсторонний скотч хорошего качества, и необходимо хорошо подготовить поверхность для приклеивания. Клиенты привезли также универсальный обогрев зеркал. Прямоугольник, с двух сторон у нас есть двухсторонний скотч на просвет, но оно такое овальное. Так как этот обогрев универсальный, то он будет греть у нас не по всей поверхности нашего стекла. Если его приложить, то он у нас овального, овальной формы, вот такой. Получится, что края, вот эта часть, греться на зеркале не будет. И также вот эти углы. В тех автомобилях, где есть элементы обогрева, оригинальные, то контакты выходят через вот это окошко. Так как у нас данный обогрев универсальный, то клеммки располагаются немного в другом месте. Я сделал уже одно стекло водительское. И вот, скажем, изменения. Там, где должны были выходить контакты, но элемент у нас универсальный, поэтому пришлось в пластике вырезать фрезой отверстия. Сами контакты пришлось немного подогнуть, чтобы они не торчали и не упирались в элементы крепления зеркала. У завода они идут вот так, а я сделал вот так. Лишние детали, то есть уголки пришлось подрезать, ну и все приклеил. Сейчас наглядно покажу, как разобрать зеркало и наклеить элемент обогрева. Для того, чтобы разобрать зеркало, нам понадобится строительный фен и пластиковая лопатка. Необходимо нагреть стекло, пластик и постепенно пластиковой лопаткой просовываем между стеклом и пластиком и отдираем скотч от стекла. Прогреваем стекло равномерно, можно не сразу все, потому что сразу все ободрать не получится. Делаем постепенно. Начинаю, вы смотрите. Нагрели стекло, нагрели пластик, теперь постепенно внедряем пластиковую лопатку между стеклом и пластиком. Засовываем, не сразу глубоко, просто отдираем пластик от стекла. С какого угла начинать, в принципе, без разницы, с какого вам удобно, с того и начинать. Вот у нас стекло пока горячее, немножко припекает к рукам, вываливаются куски двухстороннего скотча. Не спешим, потому что, если одно неловкое движение, может стекло лопнуть. Чувствуете, что не хватает разогрева, значит, необходимо опять включать фен и подогревать. Так, грею на первой скорости. Ни в коем случае не пользуйтесь металлическими лопатками там или еще чем, потому что напыление у нас на внутренней части стекла. И если вы будете металлическими лопатками там елозить, то вы его пошкрябаете это напыление и здесь будут дырки, царапины, короче, все что угодно. То есть изображение будет уже не того качества. Такими действиями снимаем, отклеиваем пластик от стекляшки. Так, друзья, все, процесс отклеивания стекляшки от пластика завершен. Вот так теперь выглядит это в разобранном состоянии. Теперь для наклеивания элемента обогрева необходимо эти две поверхности очистить от двухстороннего скотча и клея, который остался. На пластике, в принципе, это сделать несложно. То есть здесь все можно скатать пальцами. На стекляшке нам помогает растворитель у айспирид. Для размягчения клея и двухстороннего скотча смачиваю всю эту поверхность. Намачиваем и немножко подождем, пока это все дело впитается в этот клей. Ну а тем временем, пока оно тут киснет у нас, обдираем все с пластика. Берем руками и начинаем скатывать это все. Все катается вместе с клеем. Так, друзья, процесс скатывания остатков двухстороннего скотча на пластиковой детали завершен. То есть, как видим, весь клей все я скатал пальцами. Теперь приступаем к нашему стеклышку. Я вам говорил, что на стекле у нас зеркальное напыление. Вот оно тут черного цвета. То есть гвоздями там, металлическими элементами шкрябать здесь нежелательно. Если думаете шкрябать, то тогда только пластиковой палочкой. Процесс отдирания здесь скотча и клея, в принципе, аналогичен отдиранию клея с пластиковой поверхности. Но этот процесс нам помогает осуществить растворитель у аспирита, облегчает процесс отдирания клея от стекла. Так, ну вот, пробую опять пальцами катать, видим, что клей скатывается. Поэтому точно такими же движениями отберем и его скатываем, убираем со стекла. Ну что, я отдираю клей, продолжаю его отдирать. После завершения покажу, что необходимо делать дальше. Так, друзья, ободрал скотч со стекла. Ушло у меня на это, не знаю, минут 5, наверное, может быть чуть-чуть больше. Дополнительно еще приходилось немного ойспиритом смачивать, потому что не везде раскис, где толстый слой скотча остался, там затруднено было отдирание клея. Поэтому приходилось ойспиритом еще смачивать. Теперь необходимо приспособить универсальный обогрев к нашей пластмасске. Контакты универсального подогрева у нас не совпадают с нашим отверстием, где должны быть с оригинального подогрева. Поэтому необходимо сейчас разметить и просверлить отверстие в пластике для контактов. Чтобы просверлить в нужном месте, необходимо приложить обогрев, посмотреть на просвет, чтобы наши элементы нагрева крайние не выступали за пределы нашего пластика. Скажем, для лучшего прилегания переверну. Он у нас симметричный, поэтому можно контактами на улицу сейчас. Скажем, вот так необходимо будет разместить элемент обогрева. Можно карандашиком пометить. Теперь смотрим, где наши контакты и примерно в этом же месте делаем пометку. Раз и пометка два. Для просверливания отверстий беру фрезу. Фреза из-под парктроника, диаметр примерно 18 и просверливаю два отверстия. Вот так получилось. Если чуть-чуть не попали, то можно подрезать ножом. И контакты не забываем, их необходимо подогнуть в эту сторону, потому что могут упереться в пластиковые детали. Для этого берем тканусики, зажимаем сам контакт, придерживаем здесь основу, чтобы не оторвать его от элемента нагрева и подгибаем. Пока так, если чуть надо больше, можно будет потом вот так взять и еще подогнуть. Главное не перестараться. Опять надо посмотреть, где у нас высота нитка крайняя. Вот она, крайняя, на надписях заканчивается. То есть необходимо вот так, скажем, сместиться. Контролируем. Я этот уголок сразу обрежу и у меня это будет как ориентир разметки. Если есть острый нож, можно ножом даже вот так. Ножницы все-таки оставляют отступ больше получается, а ножом по самому краю. Так, все у нас тут все хорошо. Так, теперь от сверления, как всегда, у нас тут есть небольшая заусенка. Знаю, многие пишут, что никаких заусенок, ничего у них не бывает. Есть, они есть. Пальцем цепляется. То есть, чтобы здесь хорошо все приклеилось, то лучше их срезать. Поэтому беру ножичек так и снимаем фасочку. Так, раз и второй. Это все подготовлено. Можно было бы уже наклеить, но необходимо поверхности обезжирить. Так как мы здесь пользовались растворителем, то необходимо поверхность обезжирить. Ну и пластиковую как бы тоже. Берем мистер мушку и смачиваем поверхности и все это дело протираем. Следующим этапом необходимо наклеить элемент обогрева на пластиковую поверхность. Для того, чтобы приклеить, разогреваем сам пластик и двусторонний скотч феном. Так, есть. Теперь частично отдираем защитный слой с элементом обогрева. Вот мы видим наш элемент нагрева дорожки. Уголок мы обрезали, то есть, это наша метка. Прикладываем теперь пластик, ровняем. И так смотрим, чтобы у нас в направлении все совпало. И постепенно приклеиваем. Хорошенько придавливаем ту часть, где мы уже отодрали защитный слой. Сразу все как бы не сдираем, потому что, во-первых, тяжело приклеить, можно не угадать с направлением. Во-вторых, воздух нужно постепенно выгонять. Если так сразу прилепить всю поверхность, то воздушные пузыри могут остаться. У нас вот торчат уголочки, их берем в канцелярске, ножом срезаем. Здесь по краям обогрева нет. Вот такая картинка у нас получилась. То есть, видим, что наш обогрев он овальный, то есть, вот эти края тут греться не будут. Может, за счет того, что тепло будет расходиться, частично где-то будет разогревать, но скажем, не полностью. Вторая задача будет теперь вот это все приклеить на стекло. Опять-таки греем стекляшку, греем скотч и точно так же стараемся постепенно приклеивать, не сразу там ляпы и все прилипло, а также с одного края доходим до другого. Вот, друзья, в принципе все готово. Элемент обогрева наклеен. Теперь необходимо пойти примерить контакты, какие там есть, чтобы они налазили на эти штыречки. И теперь покажу, как его поставить назад. Для установки стекляшки на место необходим будет фен. Контакты одел. Теперь, чтобы зафиксировать стекляшку на корпусе, необходимо нагреть вот эти фиксаторы, чтобы они немножко размягчились, стали более эластичными, скажем. И потом руками защелкиваем туда. Опять-таки без фанатизма, потому что можно их и расплавить. И до щелчка. Все, стекло стоит. Повторяем процедуру на втором зеркале. Так, друзья, стекляшки установил на свои родные места. Проводочки, которые были в зеркалах, я их подключил. Осталось теперь проверить, работают ли наши регулировки зеркал. Для проверки работоспособности подогрева зеркал, необходимо автомобиль завести, чтобы он работал, и включить обогрев заднего стекла. Отдельной кнопки обогрева зеркал нет. Поэтому, когда прокладывали провода, то их подключили к обогреву заднего стекла. Пробуем, включаем зажигание, пробуем регулировку зеркала. Это влево, вправо, вверх, вниз. Как видим, все работает. И пассажирская. Как видим, крайнее положение. Тоже все работает. Теперь необходимо завести и включить обогрев заднего стекла. Вот эта кнопочка. Чтобы не попасть в просаг, то перед установкой зеркал я проверил, подключена ли проводка в автомобиле. То есть прозвонил контролькой, масса есть и плюс подается при включении обогрева заднего стекла. Сейчас подождем, пока нагреются наши стеклышки. Пощупаем их рукой, насколько они теплые. Так, друзья, проверка показывает, что обогревы греют. То есть стекла теплые. Я вам не могу показать, передать, насколько они теплые. Пирометра у меня пока еще нет, чтобы поднести. Можно было бы какой-нибудь датчик температуры использовать, но не будем заморачиваться. Ощущение рукой, поверьте, стекло теплое. Ну что, на сегодня буду заканчивать свой маленький видео обзор. Я вам сегодня показал, как приклеить элемент обогрева на само зеркало. Надеюсь, сегодняшняя информация была вам полезна. Кто не подписался, подписываемся. Ставим палец вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода нового видео. А также не забывайте смотреть старые видео. На сегодня все. Пока. До новых встреч.